Здравствуйте, друзья! С вами я, Саша Юлин. Сегодня речь пойдет о котле производства города Жуковский, о котле АОГВ 11.6-1. Речь пойдет об автоматике данного котла, то есть неисправности автоматики данного котла. Итак, начнем. Первое, с чего начинается автоматика котла и неисправности, соответственно, это место рядом, где горит наш с вами фитилек. Это термопара. Проблема термопары. Она может прогореть и не давать, соответственно, напряжения. Она может располагаться не там, где надо. Обратите внимание, в инструкции написано местоположение, нарисованное, которое требуется, неправильное. Я для увеличения ЭДС разместил термопару не под козыречком, если посмотрите инструкцию, поймете, о чем речь, а немножко я из-под козыречка его вытащил. Она выше и немножко наискось. То есть она у меня находится вдоль пламени. Это очень важно. Чем глубже конец термопары погружен в пламя, тем большая часть термопары омывается пламенем, тем больше ЭДС. Значит, термопара должна давать при правильном положении до 25 мВ напряжения. Где померить это напряжение? Смотрите, идем по проводу. Вот это и есть не что иное, как провод, хотя выглядит как трубка. Вот это место, вот эту гайку откручиваем, зажимаем кнопку, так как она сразу отщелкнется, если мы открутим эту гайку, и потухнет пламя запальника. Поэтому удерживая эту кнопочку, пламя продолжает гореть, и когда оголятся вот здесь вот контакты, значит, резьба – это отрицательный контакт, и центральная там такая будет паечка – это положительный. Меряем напряжение на приборе. Напряжение должно быть не менее 20 мВ. Если напряжение меньше 20 мВ, проблемы могут быть следующие. Вот здесь может быть плохой контакт. То есть, откручиваем эту гаечку, зачищаем аккуратненько контакты, опять закручиваем силой рук, не нужно здесь никаких ключей, потому что иначе плющится этот контакт. И в конце концов, хода гайки нам не хватает, чтобы зажать этот контакт достаточно. Мастера по ремонту котлов любят вот это вот зажать вот не по-детски. Значит, эту неисправность мы рассмотрели. Ну, чтобы снять, вот видите, два винта, откручивается, и откручивается газовый, ну, предварительно нужно газ отключить из котла, открутить вот эту вот штучку – это газовая трубка на запальничек, и вот это – это провод. Значит, вот это всё откручивается, два болта, и, соответственно, вот это вот вместе с термопарой вытаскивается, она подгибается в нужном направлении и вставляется обратно. Нужен опыт. Лучше всего, конечно, если под вашим руководством это будет делать мастер газовой службы, а вы будете им руководить. Смотрите, я уже сказал, значит, здесь может быть плохой контакт. Что ещё может быть? Какая проблема? Значит, вот под этим вот куполом стоит электромагнит. Значит, если вдруг ситуация сложилась такая, что вот провод, который вокруг этого электромагнита накручен, он замыкает, то есть провод покрыт таким диэлектриком, изолятором, да, но он, может, протирается, и он контачит за, значит, вот этот уобразный сердечник электромагнита. В этом случае всё наше, всё напряжение уходит на землю вот здесь, и, соответственно, катушка не притягивает, значит, кнопочку нашу, диск, который связан с кнопочкой, и, соответственно, автоматика не работает. Значит, в этом случае необходимо подогнуть проволочку так, чтобы она вот не касалась, значит, этого вот сердечника. Опять же, эта работа такая достаточно сложная, но вы вооружённые этими знаниями, ну, это может вам как-то помочь. Значит, что ещё бывает? Вот этот вот провод, это тоже провод, значит, идёт дальше, он идёт вверх и идёт к датчику тяги. Датчик тяги представляет собой, значит, контакт, такая термо-биметаллическая пластинка, которая при нагревании расширяется одна сторона, другая остаётся такой же, и, соответственно, она разгибается. Контакт размыкается, соответственно, значит, электромагнит перестаёт питаться, и, соответственно, наш с вами диск отлипает от электромагнита, кнопочка под воздействием пружины выскакивает, и котёл останавливается. Значит, но бывает так, что эти вот контакты, где стоит датчик тяги, они засоряются, и, соответственно, их нужно тоже почистить для того, чтобы всё работало корректно и правильно, чтобы цепь была замкнута, минимальное было сопротивление, соответственно, максимальный ток через катушечку нашу. Ну вот, основные, значит, проблемы, из-за которых у нас может не работать правильно автоматика. Ну, а с вами был Саша Юлин, подписываемся, и не забывайте задавать вопросы в комментариях, я обязательно вам отвечу. Вот, то, что знаю, видео, дам совет, и помните, что, значит, для работы с газом нужно иметь соответствующее разрешение. Если вы это делаете, ну, делаете на свой страх и риск, это, в общем-то, неправильно. Но знания, которые вы почерпнули с моего видео, вы можете использовать для того, чтобы разговаривать на одном языке с газовщиками, чтобы они вам не говорили, что вот эту кнопку нужно заменить, значит, термопару нужно заменить, хотя, в принципе, всё это работает, просто оно немножечко разрегулировалось. Ну, в общем-то, ну и что напоследок хочу сказать, есть ещё неисправность такая одна, это положение сердечника. Бывает сердечник, вот, который уобразный такой, вот, под этим куполом разбалтывается, и он перекашивается, и вот этот вот диск, который прилипает к сердечнику сверху, который связан с кнопкой, он попадает только на одну сторону сердечника, а со второй он как бы на самом краю расположен. Ну, это нужно, это регулируется, там подсовывается под основание соответствующей стороны, ну, скажем так, спичка, в общем-то, не побоюсь этого слова, но нужно понимать, в какую сторону он наклонён и в какую сторону идёт перекос. Это тоже одна из неисправностей, которые часто встречаются, которые можно сделать. Так что пишите мне в комментариях, с вами был Саша Юлин, я обязательно вам отвечу. А теперь до свидания, желаю вам, чтобы ваш котёл АОГВ 11.6-1 производства города Жуковский зимними вечерами радовал вас своим приятным теплом. До свидания.